Друзья, а не знаю как вам, а мне становится не по себе, когда я вижу как лезут во власть такие люди, как генерал Софиуллин. Он уже был на посту руководителя МЧС России по Сибири, откуда его снял Путин после взрыва на Саяно-Шушинский ГЭС и гибели 75 человек. Здесь не сработала система оповещения и только чудом количество жертв не стало измеряться сотнями. Мы видим, что Софиуллин повел себя совсем не как воин, а сразу на второй день привел на больничную койку. Также и во время войны мы знаем случаи самострелов, бегство трусов с поля боя. Возможно это не характеризует Софиуллина как труса и никчемного руководителя, но я бы не хотел, чтобы жизнь наших детей стала зависеть от действий такого руководителя. Мне комфортно. А теперь давайте вспомним и посмотрим на его работу в мэрии Новосибирска. Даже упуская способ, каким он был трудоустроен на работу в мэрии по инициативе губернатора Талаконского, мы и дальше видим, что он не обременен заботой о городе и жителях Новосибирска, будучи заместителем мэра. А сейчас он баллотируется на пост мэра? С какими мыслями генерал идет на выборы? Может он хочет прекратить коррупцию в мэрии? Но мы видим, как его друзья получали контракты и мы полагаем в наличии конфликта интересов, как например контракт по благоустройству набережной. Мы видим, что ему необоснованно выделил квартиру губернатор Талаконский. И непонятно, за какие заслуги. Ведь Софиуллин не является нуждающимся и имеет несколько квартир. Да и финансового благосостояния Софиуллина позавидуют даже многие мэры. Может Софиуллин хочет оптимизировать и сделать работу мэрии существеннее, конструктивнее и эффективнее? Закупили 10 пылесосов. Но мы не нашли ни одного его решения или действия, которое бы улучшило работу мэрии Новосибирска. Вместе с тем мы видим забитые ливневки и потонувшие машины, плохо работающий городской транспорт, плохую уборку снега и погибших людей от упавших сосулек. В 2015 году 20-летнюю девушку убила глыба снега, упавшая с 14 этажа жилого дома. Думаете, тогда Даниэр Софиуллин хотя бы извинился, как требует того честь мундира, честь офицера? Аналогичная ситуация. Лед с крыши падает на детскую коляску с 4-месячным ребенком. И опять тишина. Вот так была организована уборка снега в Новосибирске Даниэром Софиулиным. И он хочет стать мэром. Площадь Маркса. Через эту остановку проходят 30 автобусных и 5 трамвайных маршрутов. Пассажиров едва видно из-за огромных снежных куч. Возможно, их оставили как доказательство. Остановку когда-то чистили, но в итоге посадочная платформа больше напоминает полосу препятствий. С костылями лучше не рисковать. На секунду отпустишь коляску, мигом катится под колеса. Посадка в трамвай с накатанной горки. Особый подвиг. Мне комфортно. Может, Софиулин хочет позаботиться о жителях Новосибирска, но мы не нашли действий в интересах людей. Однако нашли подтверждение, что генерал Софиулин имеет прямое отношение и являлся инициатором повышения тарифов ЖКХ на 15%. Мы видим и другие действия и высказывания генерала, указывающие на коррупционные проявления и пренебрежительное отношение к людям. Когда в 2015 году огромное количество садовых участков оказалось под водой, Софиулин без колебаний снял с себя всякую ответственность за происходящее. И цитата с НГС. Если сами жители не позаботились застраховать дачи, никто не будет компенсировать им ущерб от произошедшего. А также добавил, что помощь в эвакуации жителям, конечно, оказывается, но злоупотреблять этим не стоит. Мы не такси. Кто мы и кто он? Теперь генерал хочет стать мэром? А может генералу пора снять свою кандидатуру и не позориться? В следующем видео мы расскажем подробно о результатах деятельности Даниэра Софиулина в мэрии города Новосибирска. Собьем генеральскую спесь!